Мир вам, дорогая церковь! Я вас всех приветствую! Меня зовут Мадий, я родом из Казахстана, живу в Америке, в городе Миннеаполис. Мы вас так Бог благословил посетить. Я знаю, что здесь очень много казахстанцев и знакомые лица. Брат Валера сидит в хоре. И я узнал здесь некоторых сестер, потому что они чай пили с молоком. Но это только особенность казахстанцев. Сегодня вечеря Господня, и я хотел прочитать местописание, которое всегда читают на вечерю Господню. Это первое послание к Коринфянам, 11 глава, 17 стиха и до конца. Но, предлагаясь ей, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и вас, благодарив, преломил и сказал, примите. Идите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, сия из чаши, сия чаша, и снова завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виной он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочие устрою, когда приду. Если мы читаем послание Коринфянам, то мы видим, что там было очень много проблем. С самого начала апостол Павел начинает. Слышал я от семьи, хлоиных, что там у вас разделение. И он во многих главах много проблем освещает и помогает, как им решить, что нужно делать, почему это неправильно, почему это правильно. И одна из, наверное, проблем в Коринфе была эта вечеря. Мы читаем здесь такие три, можно сказать, пункта, которые он осветил. Это неправильное взаимоотношение, важность вечерей Господня, то есть хлебопреломление и ответственность. Мы видим, что первая церковь, Деяния во второй главе, мы видим, они собирались каждый день в любви, преломляя хлеб. И написано, что они были в любви народа, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть это они совершали в любви, они радовались. Если мы дальше историю читаем, то они все продавали, у них все было общее. То есть они все разделяли, и это все они делали в любви. И тут апостол Павел говорит, в вашей вечере любви, это уже, я думаю, были как традиция, наверное, что ли, в церкви, когда они собирались в мечте перед хлебопреломлением, совершали какую-то трапезу, как мы читаем в истории, когда Иисус хотел показать всю любовь. Это послание Иоанна, когда Он пришел, помыл им ноги, когда Петр говорит, ты не можешь меня мыть, ты же Господь, он говорит. А мыть, Ему нужно лишь ноги омыть, то есть Он показывает свою любовь. И мы видим, что в послании Иуды в 12 стихе, Иуда упоминает о этой вечере, что на вашей вечере любви вкрадываются уже учителя всякие. То есть это была вечеря любви, когда церковь собиралась, вкушала, радовалась друг другу. Мы знаем, когда мы встречаемся, это, наверное, самое такое, нас сближает, мы становимся роднее, мы молимся друг за друга. У нас сейчас есть такие семейные общения по возрастам в нашей церкви. И это очень хорошо. Я помню еще из Казахстана у нас были семейные общения, где мы собирались, пели, молились, приглашали неверующих, через это люди приходили. То есть это можно назвать вечерей любви, когда мы что-то несли, кто мог, печенье, кто чай, кто что, по возможностям. И никто никого не обижал. Но в Коринфе апостол Павел показывает, что вы собираетесь на вашей вечерей любви неправильно. Если вы, я, вот как я помню, в наших церквах, я помню, перед вечерей были проповеди, людей как бы призвали к тому, чтобы правильно принимать вечерю. И вот выходил там муж или жена чья-то, и начинали плакать. Вот мы вчера поссорились, Господи, прости. И так далее. Или я там с мамой поссорился, или с папой. И это было так слезно. Но апостол Павел говорит о другом. Апостол Павел говорит о другом. Он говорит, что в вашей вечерей любви, то есть это было не один раз, правильно? То есть они, возможно, еженедельно, ежедневно собирались, мы не знаем. Но были нарушены взаимоотношения. Мы читаем, что бедные пренебрегали, вернее, богатые пренебрегали бедными. То есть они свою еду быстрее съедали, чтобы не поделиться. То тогда вопрос, есть ли у вас любовь? Есть ли между вами любовь? Вот брат говорил, в каждой церкви написано, мы проповедуем Христа распятого и воскрешего. Есть такое выражение. У меня вопрос. Почему мы вспоминаем смерть Христа? Для чего? Братья и сестры, для чего мы вспоминаем вообще смерть Христа? Что это для нас? Что для нас смерть Христа? Вот для каждого. Задайте вопрос, скажите, что для нас смерть Христа? Распятие, страдания, кровь. Что в этом выразилось? Просто спас? Или что-то выразилось в этом? Любовь. В этом выразилась любовь Бога к нам. Мы читаем Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Отдал Сына? Но как Он отдал Его? Вы представьте, Бог излил Свою любовь в том, чтобы отдать Своего Сына. Кто на это способен? Кто из нас способен на то, чтобы отдать Свою ребенка, чтобы доказать свою любовь кому-то? К своему народу, я знаю, к своей родине, к своим друзьям. Кто на это способен из нас? Кто может совершить это, сделать это? Кто может пойти на этот шаг? Так вот, я возвращаюсь к тому. Было нарушено, самое главное в этой церкви, они потеряли любовь. У них не было любви к друг другу. Они приходили, принимали вечерю, они не вкладывали уже, наверное, тот смысл, для чего же Бог пришел на землю. Для чего же Бог отдал Своего Сына? Потому что если бы не было распятия, не было воскресенья, не было бы нас здесь, не было вообще смысла всего собираться. Если бы не было любви Бога. Я помню одну проповедь, у нас брат еще в Алмате, он как-то говорил. И многие задаются вопросом, зачем Бог вообще сотворил мир? Для чего Он был нужен? Ну, есть такое, что Ему было скучно, не с кем общаться. Но Бог абсолютный, Он абсолютно святой, Он ни в чем не нуждается. Он ни в ком, если так разобраться, не нуждается. И Он сказал такую мысль. В Нем была любовь, которую Он должен был отдать кому-то. И Он сотворил нас. И эту любовь Он отдал. И отдал до конца. Отдал до конца. Почему Павел говорит, что это важно? Потому что, и Он, следующие стихи, 23-26, Он описывает, как нужно принимать вечерю, что это настолько важно. Он напоминает. Я от самого Господа. То есть, важность Он подчеркивает тем, что Он принял эту заповедь. Нет апостолов, нет учеников апостолов. Он говорит, ибо Я от самого Господа принял то, что и Вам передал. Он подчеркивает важность, что вот вы пришли на вечерю, для вас это так, как уже традиция, наверное, или уже привычка. Вы к этому относитесь очень легко. Вы между собой ссоритесь, вы друг друга пренебрегаете. Вы потеряли любовь. Самое главное скрепляющее, клеющая церковь – это любовь. Вы это потеряли. И вы теперь приходите, здесь принимаете вечерю. А Я от самого Господа принял то, что Вам передал. То, что совершилось в ту вечерю перед распятием. Что Он это заповедовал для того, чтобы вы вспоминали смерть. А что значит смерть? Я уже задал вопрос, да? Это любовь Бога. Можно ходить в церковь. Мы все люди, мы все грешные. Мы можем обидеть, мы можем ранить. Мы можем где-то поссориться. Ну, вот с женой можем повздорить или с мужем. Но это не значит, что теперь я должен бежать, здесь каяться, плакать. Вот я такой, оказывается, грешный. Я перед вечерей не устоял. Один пастырь рассказывал, у нас преподаватель, профессор. Он говорит, я пришел, ну, он уже зрелый человек, пришел, говорит, в новую церковь. Эта церковь такая, говорит, была действительно такая традиционная, что ли. Вот все по традициям, такие какие-то, вот все по букве законок. Все должно быть чинно, красиво. И он говорит, это все было хорошо. Он, знаете, говорит, самое было интересное мне узнать, что регент и музыкант 20 лет не общаются друг с другом. Когда-то 20 лет назад они где-то поссорились, и они не общаются друг с другом. Так, передают ноты, показывают, не разговаривают. Я, говорит, был в ужасе. 20 лет служить Богу и быть в таком состоянии? 20 лет ходить в церковь, служить Богу и не мириться? Он сказал, сестры, если вы не примиритесь, я отстраню вас от этого служения. Они, как ты можешь? Мы тут там, я не знаю, сколько они лет, я не помню, но они очень долго были в этой церкви, они так возмущались. Они говорят, как ты можешь спать? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы нас отстранить? Ты только пришел и вот так указываешь. Он говорит, знаете, дорогие, если у вас нету мира, как вы можете славить Бога? То есть, мы можем ходить в церковь, мы можем кого-то обижать и не обращать на это внимания. Мы можем быть на кого-то обиженными. Мы можем быть в конфликте очень долго и на это не смотреть. Есть такое, говорят, лучше худой мир, чем большая война. Есть такое выражение. И мы, люди, христиане, это выражение иногда принимаем, и мы ходим в этом. Да лучше худой мир. Ну, подумаешь, что мы когда-то конфликт имели, но внутри оно шкребет. И мы вот живем год-два, живем, и мы приходим в церковь, мы даже, может быть, не здороваемся с этой сестрой или с братом друг с другом, и мы принимаем вечерю. И на этом мы закрываем глаза. На этом мы закрываем глаза. Но то, что мы поссорились недавно с женой, что у меня я стакан разбил, она мне высказала, я возмутился. За это мы бежим и каемся. Понимаете, в чем суть? Что хочет апостол Павел донести? Он говорит, дорогие, самое важное, чтобы между нами, между вами, между всеми нами, христианами, была любовь. Чтобы мы любили каждый день. Чтобы мы не носили в сердце, как вот богатые они приходили, они себя возвышали, каждый день собирались и показывали свое отношение к бедным, к неимущим. Он говорит, это неправильно. Это неправильно, потому что вы приходите потом, прикасаетесь к святыне. Вы хотите стать, мы говорим, причастие, мы причащаемся, мы становимся частью тела, частью тела Христа, церковью. Мы хотим этого. Мы хотим ведь? Мы же хотим быть частью. Мы же хотим войти в Царство Небесное. И он говорит, вы приходите, вы прикасаетесь, вы хотите этого, вы вкушаете кровь его. Плоть его, как он передал. Но вы не помните, для чего он это сделал. Вы забыли, вы забыли, что такое смерть Иисуса Христа. И вы пренебрегаете хождением перед Иисусом Христом. И это была самая важная мысль, которую Павел хотел донести. Потому что если бы не было любви Бога, нас бы здесь не было. Если бы Бог не излил свою любовь Иисусе Христе, нас бы здесь не было. Меня бы здесь не было. Церкви бы здесь не было. Потому что то, что я здесь делаю сейчас, проповедую. То, что я перед вами стою. Казахстанцы меня видят, казаха радуются, потому что я их соотечественник. Но мне одна сестра рассказывала. Это дочка Колесникова Николая Андреевича. Она говорит, когда мы были подростками, ну, юношами, где-то от 16 до 18 лет, молодежи. Она говорит, мы молились цепочкой каждый день. Каждый час молился за пробуждение казахского народа. У нас, мы каждый знали свое время, кто ложился спать. Мы, говорит, заводили будильники. Мы ложились спать. Если он в 3 часа утра нас будил, мы вставали и час молились за то, чтобы казахи пробудились. Подумайте, не проявление ли это любви было? Почему я должен в 3 часа вскакивать и за кого-то молиться, если так? Мне спать надо, мне завтра в школу. Но любовь Христа проявилась. Любовь Христа проявилась в этой молодежи алматинской, которая молилась за пробуждение нас, меня. Апостол Павел хочет донести, насколько важно иметь любовь. Потому что если не будет любви между нами, то нет смысла принимать вечерю. Потому что мы забыли о том, что сделал Бог. Потому что мы забыли, что Христос за нас умер, что Он проявил свою любовь, отдал. Это было больно, это было очень тяжело. Это было невыносимо больно страдать на Христе. Потому что то, что физические страдания, это очень мало с тем, когда Он говорит, «Ава, отче, ава, отче, для чего ты оставил меня?» Бог его покинул. Это было наказание. Наказание, которое Он понес. Наше наказание. Это был самый больный момент, больной момент. Я думаю, когда детей бросают, это им больно, правда? Это самый больной момент, когда родители предают детей. В детдомах дети сидят и ждут, что когда-то придет мама, что это была ошибка, когда-то придет папа и заберет. Это самое больное, которое они несут потом всю жизнь. И вот Иисус Христос, когда висел на кресте, Бог его оставил. Это было наказание. Самое большое, которое тяжелое, которое Он перенес. «Для чего ты оставил меня?» «Для чего ты оставил меня?» «Для того, чтобы явить любовь нам». «Для того, чтобы эта любовь сегодня...» «Вот мы видим плоды этой любви, Божьей любви». Мы видим друг друга каждый день, мы видим братьев и сестер, мы видим благословение в нашей жизни. Это смерть Христа. Это те мучения, которые Он перенес. Мы сегодня собираемся, нас никто здесь в Америке не притесняет, нам хорошо, мы приходим в чистый дом молитвы. И часто мы забываем, наверное, что какой ценой достается эта жизнь. Жизнь во Христе. Жизнь в Его Церкви. И здесь третья часть, которую апостол Павел говорит, это ответственность. Ответственность хождения перед Богом. Я думаю, что когда мы так ходим, то Бог будет работать с нами. Он будет нас наказывать, Он будет нам говорить наши недостатки. Я думаю, любой человек, который имеет общение с Богом, он всегда знает, за что Бог его наказывает. Я думаю, он знает. Бывает так, что мы не видим что-либо, и Бог начинает открывать. Бог нам открыл, например. Вот я обижаюсь на какого-то брата, пастыря. Вот я уже столько лет, как мне быть? Пастыр говорит, ну, заповедь еще не отменена. А раз Бог тебе это открыл, значит, ты должен этот вопрос решать. Я знаю такую историю. То есть, Бог открыл человеку, что он согрешает в том, что он обижается, что он в конфликте. Очень долгое время, возможно, пришло время, когда он был готов, чтобы понять, что он не прав, этот человек. Он приходит к пастырю, говорит, перед вечерей, говорит, пастырь, у меня такая обида, оказывается, боль. И вот я это понял или поняла. И пастыр сказал, заповедь еще никто не отменял. Бог будет работать. Бог будет говорить. И в послании к евреям, 10 главе, 29 стихом. То сколь тегчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть, насколько мы говорили сейчас о страданиях, насколько это дорого в глазах Божьих, в глазах Бога Отца, смерть Его единственного Сына. И Он говорит, если вы пренебрегаете, то бойтесь, это Мой Сын. Я ради вас отдал, и если вы этого не цените, то Я буду с вами работать. То есть, апостол Павел в этом коротком отрывке послания, он учит о заповеди, о заповеди Божьей, о любви Божьей, о взаимоотношениях, ни больше, ни меньше. То есть, мы видим, что мы должны любить друга, мы должны стремиться к тому, чтобы любить, чтобы проявлять, уметь учиться прощать. Я скажу еще такую одну мысль, знаете, вот здесь, я думаю, вы друг друга хорошо знаете, так? Очень хорошо знаете или не очень? Хорошо знаете. И вы друг друга умеете вмещать уже, вы уже несколько лет, десятки лет, возможно, здесь, вы уже вмещаете недостатки друг друга. А этот брат, он всегда такой, там, зануда или веселый. И мы друг друга знаем, мы уже так притерлись, и кажется, у нас все хорошо. Мы так любим друг друга, вмещаем. Но самое интересное, когда, если к нам поставить другого человека, которого мы не знаем, знаете, вы удивитесь, вы скажете, надо же, я думал, такой христианин, столько во мне любви. Это один брат рассказывал с нашей церкви. Поехал я на учебу, говорит, я думал, я всех люблю, он там вырос в этой церкви, я, говорит, всех готов был обнять, такие все хорошие. Уехал я, говорит, из Казахстана в Киргизию учиться, и поселили меня в маленькую комнату, нас четверо, говорит, я, говорит, удивился, насколько во мне было ярости. Я, говорит, привык в такой тишине, он один с мамой жил, говорит, я, говорит, привык, что у меня в квартире тихо, никто мне не мешает, я открываю свою Библию, читаю, молюсь, готовлюсь. И вот он думал, я приеду в семинарию, я в тишине буду готовиться, все будет чинно, так как он привык. А здесь один брат, говорит, ходит, топает туда-сюда, заучивает слух, другой, говорит, музыку включил, третий форточку открыл. Я, говорит, на это все смотрел, я уже не знал, что делать, во мне столько, говорит, гнева, говорит, ну как так можно? Я здесь собрался учиться, я, говорит, поймал себя на мысли, говорит, опа, а я-то думал, что я, оказывается, такой вот христианин хороший, я всех люблю, всех вмещаю, понимаете? То есть любовь, она будет испытываться, когда мы говорим, а я всех люблю. Я помню, я учился одним братом, а что мне о любви проповедуете? Я всех люблю. И у него тоже появились испытания, поэтому это очень важно пребывать в Иисусе Христе. Только Иисус Христос может наполнить нас любовью, только Он может наполнить наше сердце действительно той любовью, которую Он нам дал. И тогда мы сможем любить, тогда мы можем быть в правильных взаимоотношениях, тогда мы сможем славить Христа, тогда мы можем говорить, мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Только тогда, когда в нашем сердце будет любовь, когда человек придет к нам делать зло за Христа, и мы молимся, Господи, спаси его. Когда мы будем говорить, Господи, спаси его, зная, что он нам сделает зло, тогда у нас проявится любовь к Христа. Только тогда, когда мы это сможем сделать. Поэтому к этому нужно стремиться, об этом нужно молиться, нужно исправлять себя, нужно заглядывать в себя. Мне очень приятно быть здесь, встретить своих земляков, я еще не со всеми поздоровался, это очень приятно, знаете, это любовь. Но бывают такие встречи, когда нужно бороть себя, и это нормально, это нормально все мы люди, и Бог хочет, чтобы мы учились любить, чтобы когда мы все попали на небо, мы действительно радовались. Вот я помню этого брата, он с Канады, он здесь, я очень рад видеть. Я помню, в церковь стоит калыч, и все мы встретимся. Это любовь. Любовь, которую хочет Христос, любовь, которую хочет, чтобы у нас была, чтобы наполнялась, чтобы мы, когда вспоминали Христа, вспоминали Его любовь, и очень осторожно вспоминали, проверяя себя, насколько я сегодня люблю ближнего своего, насколько во мне есть любовь. Не терпение, знаете, можно терпеть, но не любить, а именно любовь. Именно любовь Бога, жертвенная любовь, насколько она во мне сегодня есть и проявляется, насколько Бог во мне проявляется, насколько во мне распятый Иисус Христос проявляется. Это самое важное, самое важное и первое заповедь, которым мы должны исполнять. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Апостол Иоанн говорит, если вы брата, которого видите, не любите, как вы можете любить Бога, которого не видите? Как? Будем учиться любить, будем молиться. И сегодня мы сейчас преклоним колени, будем просить, чтобы Бог показывал нам, чтобы Бог менял наши сердца, чтобы Бог делал нас церковью, невестою, чистою, чтобы когда Он придет, нам не было стыдно, нам не было больно, и чтобы мы не кусали локти, и не говорили, почему Господь и остался, или почему Ты меня оставляешь? Чтобы у нас не было вопросов ко Христу таких, а чтобы мы сказали, ей гряди, Господи, аминь. Склоним наши колени и помоемся. Субтитры сделал DimaTorzok